Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Азаровский. На календаре у нас весна, 9 апреля 2022 год. И мы сегодня с вами посмотрим на зацветающую сакуру, еще подтопленное Абрао Дюрсо. И я расскажу вам вообще об этом месте. Начинаем мы от церкви, потому что здесь находится одна из бесплатных парковок, на которой мы припарковали свою машину. Там есть и перед озером, там полчаса бесплатно. Дальше надо уже за денежку, как говорится, участвовать в этом празднике жизни. Поэтому мы приехали именно сюда, чтобы отсюда начать свой путь и показать вам все кафешечки и пройти до набережной. Там еще и есть подтопление. Но, конечно же, не то. Если вы хотите увидеть, как в этом году прям аномально топило Абрао Дюрсо, пожалуйста, отсюда нажимайте по ссылочке, переходите и смотрите. Приятного просмотра. Надеюсь, что вам понравится. Не забывайте подписывайтесь в ВКонтакте Юрий Азаровский, Яндекс.Дзен Юрий Азаровский. Мы благодарим за подписку. Также у нас есть Рокут Юрий Азаровский. Ну, везде, в принципе, во всех остальных соцсетях Юрий Азаровский. В Абрао Дюрсо есть пешие маршруты. Очень интересная тема. Можно прогуляться, получить удовольствие и выйти даже к пляжам. Вот один, наверное, от озера к морю. Прям очень крутой. Я вам советую их испробовать. Информация есть на сайте Абрао. Также можем увидеть, что уже зацветают плодовые деревья. Это, скорее всего, Алыча. И вот так вот, особенно с видом на озеро, это прям вообще фантастика. Рядом у нас храм, тоже очень хороший. По крайней мере, отзывы о нем прям классные. И советую вам, приходите. Сейчас здесь проходила регата. Последние яхты, они уже уходят. Я их не успел вам показать. Вот так вот великолепно смотрится озеро. Летом здесь еще и поющие фонтаны. Информацию о них также ищите на канале. Есть уже именно в том исполнении, когда их, так сказать, заменили программу с новой музыкой. Смотровой площадки сверху, на которой мы были. Кстати, хочу рассказать. Вот видите, желтый цвет. Это цветет кизил. То есть, если вы сейчас можете приметить деревья, потом прийти уже по осени, по собирать его плоды. Вот то же самое. Здесь находятся очень такие красивые видовые ресторанчики. Непосредственно вот этой напережью. Ресторанчики, они совершенно не напоминают нам российскую какую-то действительность. Здесь как будто ты доходишься где-то за границей. Например, я себя так представляю за границей. И это все у нас на территориях нашей страны. Кстати, вот смотрите, уточки плавают, ищут вкусняшек. Можете их подкормить. Берите с собой хлебушек, и везде цветет все и пахнет. Но главное, цветение все-таки находится вот туда, вот за той затопленной арочкой. Здесь выход был на пирс. Сейчас воды в озере все еще остается большое количество. И мы видим, что на ней зато прекрасно сейчас на этом пирсе отдыхают уточки также. Их люди не беспокоят. А так здесь можно было взять в аренду яхточку и покататься по глади озера. Виды, конечно, нафикарнейшие. Годично не только вот именно сейчас прийти, а можно и зимой приехать. Виды здесь, конечно, возмутительно красивые. Просто смотришься, радуйся. Вот, представляете, посидеть на берегу озера под нежную музыку и послушать звуки волн. О, кстати, вот они наши уточки, какие лапочки. Привет! Хотел уплыть, но не уплывают, потому что их тут подкармливают, видите? Не боятся совершенно. Здесь мы подходим к разрушенной набережной. И вы можете увидеть, что до сих пор ее еще не восстановили. Хотя я смотрю, что добавляют сюда грунт, чтобы не размыло до конца. Вон там дальше тоже утки сидят и выглядят. Сейчас это вот именно так. Печальное зрелище, конечно. Будем надеяться, что все восстановит. А больше всего мне жалко, конечно, деревья. Зато как удобно теперь уточкам собраться на берегу, посидеть. Слушай, их можно... Ярик, лови! Давай, я подержу камеру. Слушай, я в две камеры, тебе много идешь снять. Лови, это еда! Я шучу, ребят, мы ни одну уточку не обидим. Не переживайте, мы их очень тоже любим. И вот то, что я говорил, жалко деревьев. Здесь их было очень много, их уже повытаскивали. И вот видите, новые, к сожалению, так же падать продолжают в озеро. Эх, вот такая природа. Где-то дает, где-то забирает. Вот видите, даже цветущее дерево буквально прямо на днях, наверное, туда и упало. Но борется до последнего. И уточка уже пользуется как пирсом этим деревом. Жалко, конечно, видеть набережную именно в таком вот виде. А тут уже очень многие деревья, видите, поподпиливали. Очень много пиньков. Было так красиво здесь. Такая аллея была шикарная. Можно было пройтись, прогуляться, получить удовольствие эстетическое. Но теперь, к сожалению, вот такие нелицеприятные кадры снимаются на этой набережной. К большому сожалению. Обидно, жалко, очень-очень жалко деревьям. Ой, какой аромат. Здесь дерево сохранилось непосредственно перед подходом к набережной. Воды, кстати, стало гораздо меньше. Потому что здесь вода начиналась прямо практически от самого начала. Повторяюсь, можете посмотреть видеосюжет, когда мы снимали про потопы. И уже мы ближе-ближе. Кстати, здесь КНСК находится. Кто знает, тот поймет, что это. Практически все варечки заработали. Люди покупают кофеечки, сидят, отдыхают. Удовольствие. Здесь стояла водичка. Сейчас ее уже нет. Я заходил сюда только в сапогах. Посмотрите, какие клевые домики. Сделали для уточки. Вот там, видите, одна сидит. Вышла, водички попила. И прятаться, прятаться. На кораблике гоняет. Красота. Ну, друзья, мы подходим уже ближе. И здесь прям печалька. Еще затоплено, к большому сожалению. Люди приходят, фоткаются на фоне этих подтоплений. Здесь вода стоит на газоне. Когда я приходил, вода стояла выше этих бордюров. Сидел на этой лавочке. Было очень круто. И здесь, в этом палисаднике, плавали утки. Воспоминания, конечно, фантастика. Сейчас воды стало гораздо меньше. И можно увидеть уточек, которые сидят на парапете в амфитеатре. Вот такая красота теперь тут, друзья. Люди фоткаются. В общем, вокруг идиллия. Итак, дорогие мои, мы лучше увидеть идиллию, которая нравится 100% как минимум уточкам. И очень много красивых фотографий сегодня появится в интернете. Это будет прям очень классно, ребятки. Поэтому можете посмотреть, как это сейчас выглядит. Просто фантастик. Так, набережная затоплена. Прилетают чайки, чтобы посидеть, посмотреть. Там проходит у нас сейчас парусная регата. Огромная. Причем количество водок в ней участвует. И смотрится это восхитительно. И здесь вы можете увидеть также, что набережная затоплена полностью. Пока еще такие виды. Но я думаю, еще немножко. Хотя, как сказать, сейчас обещают дожди. И, скорее всего, воды только станет больше. Небольшому сожалению. Так что вы можете еще успеть приехать, сделать себе красивейшие фотографии. И у меня есть расстройство, наверное, для всех, кто сюда хочет приехать. Так как Сакура еще не зацвела здесь. Так что приезжайте попозже. Ну, здесь реально прохладно. Вот люди в шубах, в шапках. А теперь, чтобы выйти, здесь надо вот так вот. Оп, оп, оп. А потом, что потом кому бордюрчику. Слушайте, это прям очень крутые ощущения. Вот Ярослав повторяет тоже. Обратите внимание. Чистейшая аллейка. Подрезано все. Люди также фотографируются. Ну, а Сакура должна появиться здесь, возле фонтана центрального. Которая такая тоже не работает. Столовая справа, старая. Там находится СССР, она сейчас функционирует. Уже даже зелень идет на деревьях. А здесь до сих пор, я думал, хотя бы, может, чуть-чуть листиков появится. Но, представьте, вообще ни одного. То есть, еще, наверное, месяц ждать. Ну, я отрирую. Я думаю, еще неделю точно. Вот почки только появляются. Под цветочки. Вот эти деревья должны стать такими прям очень красивыми, розовыми, с такими мощными бутонами. Ну, вот, на Черноморском побережье все еще прохладно. Пока цветы еще не появляются. Жалко. Есть качельки, чтобы покачаться. И пойдемте, пройдем еще по торговым рядам. Я думаю, что там тоже будет интересно. Туда дальше там находится магазинчик с сырами и разными там продуктами. Молочки от Абрао Дюрсо. Вино продают. Ресторанчик. Кстати, все практически столики заняты сейчас. И торговые ряды. То есть, территория вся эксплуатируется полностью. О, магнолия! Пойдем хоть магнолию посмотрим. Итак, ребята, вот она красота. Не получилось нам увидеть сакуру. Зато мы нашли магнолию. Причем такую прям большое дерево. И огромное количество цветов. Смотрите, по сторонам мы чуть не промокали. Поэтому всегда надо присматриваться вдруг. Вот побольше мы посадили магнолию. Мне кажется, сюда бы люди приезжали даже для фото с магнолией. Вот справа сторона ресторанчика. Здесь такая красота. Мы все-таки решили подойти. Вот сделали новые навесы. Большущие. Причем они складываются. Я так понимаю, что, видите, тот сложенный. И можно здесь прикупить какие-то напитки. Допустим, перекусить что-то. Советское пиде, допустим. Кто-то, если не пробовал, меня угощали. То есть, выбор довольно-таки большой. И вот так вот выглядит именно это кофе. Американок здесь, допустим, стоит 130 рублей. Эспрессо 130 также рублей. Хотел вот этот магазинчик вам показать продукты и забрал. То есть, здесь сыры, фермерский чай, кофе с собой, ароматная выпечка, фирменные десерты, варенье. Помимо сыров, там еще очень много всяких простокваши. Магазин смотрится интересно очень. Мы здесь пробовали раньше вкусняшки. Вот сыры раньше здесь. А, даже, по-моему, сейчас можно продегустировать, попросить. Вкусняшки. Вот смотрите, здесь имеется вот на проходе к экскурсиям совсем недорогая выпечка. То есть, можно поесть пирожок за полчинник. Мы кушаем цены ваши. Пирожок. А чайков почем? О, все, видим. Спасибо большое. Обязательно я уже пробовал, спасибо. И вот соседний еще. Вот, что аромат, допустим, за 170 рублей готовые. То есть, во всех остальных местах будет здесь немножко подороже перекусить. Ну и дальше туда выход на центральную площадь. Именно ко входу в лабиринты подвалов Абрау и Дерсо. По пути вам здесь встретится еще один и фирменный магазинчик, где вы можете прикупить именно от Абрау вино, шампански и так далее. Наши усатые братья здесь вообще оккупировали всю территорию. Не кис-кискаются они, они накормлены, на их все хорошо. Живут они возле студии красоты. Здесь, с левой стороны, арт-базар, ребята. Здесь всякие мастера предлагают свои изделия, ручные работы. Прям очень много всего разного. Я его неоднократно снимал. Смотрите на канале. Нецельно все прогулки. Здесь мы выходим к центральному зданию, откуда начинаются все экскурсии в подвалы. Если вдруг будете здесь, то обязательно сходите. Честно, интересная экскурсия. Очень хорошая дегустация. Я вам даже советую. Я хоть не пил, но в лабирин большой был. И девочки очень интересно рассказывали. Так что совершенно другие ощущения, чем просто от питья даже какой-то компании. Ну и знаменитый, так сказать, водоем с центральным фонтаном. Из бутылочек реализовано. Вот так вот выглядит вся территория. Автобусы приезжают, там устанавливаются на парковочке. А сюда люди уже идут прогуливаться. Вы можете увидеть, как здесь многолюдно. Разнообразные сувениры. Перед озером вы можете повыбирать. Чего здесь только нет, дорогие друзья. Ну, тематика Абрао, магнитики, игрушки для детей, чтобы было не скучно. И самое, наверное, клевое во всей этой движухе, тем, что здесь есть вот такая каруселька. Ух, откуда-то пахнуло прям шашлычком. Аж захотелось чего-нибудь такого вкусненького. В общем, вся эта атмосфера, такая, знаете, вот легкости, какой-то воздушности между гор, озера с летними фонтанами. То есть, вы когда сюда приедете, конечно, вы их посмотрите. Хотя я и сейчас бы советовал, потому что такие фотографии на фоне затопленной набережной тоже очень крутые. Так что, друзья мои дорогие, приезжайте, наслаждайтесь, получайте удовольствие и прогуливайтесь. Самое главное, не сидите дома, путешествуйте. Ведь очень много интересных мест даже возле вашего дома 100% есть. И шикарные виды напоследок. Ух, там вот блинчики еще продают. Ай-яй-яй-яй. Сколько здесь всего вкусного, классного и прекрасного. Это озеро Абраудерсо. Вот такая красота.